Тема лекции «Обезвоживание и сушка руд». План лекции «Обезвоживание, сгущение, фильтрация, сушка руд и концентратов». С целью снижения влажности продуктов обогащения осуществляется их обезвоживание. Обезвоживанию могут подвергаться не только конечные продукты обогащения, но и промежуточные продукты. Когда в соответствии с режимом технологического процесса требуется снижение их влажности. Для обезвоживания крупнозернистого материала достаточно операции дренирования, при которой избыток воды удаляется самотеком. Из тонкозернистого материала влага удаляется труднее и для его обезвоживания требуется несколько последовательных операций. В практике обогащения руд наибольшее распространение имеют процессы, происходящие в водной среде. Конечные продукты обогащения, концентраты и отвальные хвосты, как правило, содержат большое количество влаги. Повышенная влажность концентратов создает большие трудности при их транспортировке на металлургические заводы, особенно зимой, увеличивает транспортные расходы и удорожает их дальнейшую металлургическую переработку. Отвальные хвосты обогатительных фабрик в большинстве случаев также сильно обводнены, что удорожает их перекачку в хвостохранилище в случаях отсутствия самотечного транспорта и требует создания хвостохранилищ большой емкости. Экономичность работы обогатительных фабрик возрастает, а вред, причиняемый окружающей среде, значительно снижается при организации на фабриках полного водооборота. Для того, чтобы вода могла быть повторно использована в технологическом процессе, она отделяется от твердой фазы и в случае необходимости подвергается химической или иной обработке. Практически полное удаление влаги необходимо в переходе от мокрых процессов обогащения к сухим. В ряде случаев частичное обезвоживание продуктов производится при направлении их на следующую операцию – мокрого обогащения, где требуется меньшая разжиженность пульпы. Процесс обезвоживания в зависимости от крупности материала и других его свойств осуществляется различными способами. Для обезвоживания крупнозернистого материала достаточно операция дренирования, при которой избыток воды удаляется самотеком. Из тонкозернистого материала влага удаляется труднее и для его обезвоживания требуется несколько последовательных операций. Для обезвоживания такого материала применяется следующая типовая схема. Сгущение до влажности 30-50%, фильтрование с получением кека влажностью 10-15% и сушка. В зависимости от требований потребителя концентратом или технологии дальнейшего обогащения промпродуктов на фабрике, влажность высушенного материала колеблется от 0,5% до 5%. Процесс сгущения материала основан на естественном осаждении в воде минеральных частиц под действием силы тяжести. Осаждение частиц при сгущении происходит в соответствии с законом стесненного падения тел в среде. Скорость естественного осаждения минеральных частиц в воде зависит от их крупности, плотности, формы, вязкости среды и других факторов. Крупные частицы большой плотности осаждаются быстро. Эффективность процесса сгущения снижается с уменьшением размера частиц, повышением плотности пульпы и понижением ее температуры. Нижний предел крупности частиц, осаждение которых в воде практически прекращается, равен примерно 0,1 мкм. Действие диагентов и электролитов заключается в изменении электрических зарядов коллоидных частиц, приобитаемых при ими за счет адсорбции ионов из пульпы. Поскольку частицы имеют одноименные заряды, то они отталкивают друг от друга и находят в возвешенном состоянии. Добавка электролита вызывает снижение заряда частиц и они слипаются в сравнительно крупные агрегаты. Такое явление называют коагуляцией. Поверхностно-активные вещества, подаваемые в пульпу, адсорбируются на поверхности минеральных частиц с ориентацией аполярных групп в водную фазу. Частицы слипаются и образуют флокулы. Процесс образования крупных агрегатов флокул называют флокуляцией. Сгущение продуктов обогащения производят в аппаратах-сгустителях, которые представляют собой резервуар цилиндрической формы, в центре которого медленно вращается устройство, перемещающее осевшие твердые частицы. Сгущение продуктов обогащения производят в аппаратах-сгустителях, которые представляют собой резервуар цилиндрической формы, в центре которого медленно вращается устройство, перемещающие осевшие твердые частицы. По расположению приводного механизма различают цилиндрические сгустители с центральным и периферическим приводами. По числу ярусов сгустители раздирают на два типа – одноярусные и многоярусные. Исходная пульпа подается по трубе или желобу в центральный питающий цилиндр подвешенный к ферме. Для обеспечения равномерности питания и задержки случайных посторонних предметов внутри цилиндра помещается металлическая решетка и дефлектор-распределитель потока пульпы. Поступившая в центральную часть сгустителя пульпа медленно движется к периферическому сливному желобу. Наиболее крупные и тяжелые частицы оседают на дно сгустителя, ближе его к центру. По пути к сливному желобу оседают все более мелкие частицы. Осевший шлам постепенно перемещается наклонными скребками грибковой рамы к центральной зараздружочной воронке в нищу резервуара и далее выкачивается насосом, либо поступает самотеком на дальнейшую обработку. Слив используется в качестве оборотной воды. Сгустители с центральным приводом изготавливаются с диаметром чана от 2 до 18 метров и глубиной 1,5-3,5 метров изготавливают в кислостойком исполнении. Диаметр сгустителей с периферическим приводом достигает 100 метров и глубина 7 метров. Производительность сгустителя зависит от площади сгущения, которая рассчитывается исходя из массы поступающего на сгущение материала и допустимой удельной нагрузки 1 тонны на 1 метр квадратный сгустителя в час или в сутки, тонн на 1 метр квадратный час или тонн, делённый на 1 метр квадратный сутки. В зависимости от типа размера сгустителя и характеристики материала производительность сгустителя по твёрдому колеблется от 30 до 7 тысяч тонн на сутки. После сгущения материал обычно направляется на следующую стадию обезвоживания – фильтрование. Процесс фильтрования заключается в отделении воды от твёрдой фазы с помощью пористой фильтрирующей перегородки с применением давления. По обе стороны пористой перегородки создаётся различное давление и пульпа стремится переместиться из области повышенного в область пониженного давления сквозь пористую перегородку. Твёрдые частицы задерживаются на перегородке и образуют осадок, который называется кеком, а вода фильтруется через перегородку. Жидкая фаза называется фильтратом. Перепад давления по обе стороны с фильтрующей перегородки создаётся либо подачей пульпы на перегородку под давлением выше атмосферного, либо созданием вакуума за пористой перегородкой. В первом случае аппарат для фильтрования называют фильтр прессами, во втором – вакуум фильтрами. В качестве перегородок применяются технические хлопчатобумажные и шерстяные ткани. Ткани из синтетических материалов и металлические сетки с размером отверстий 0,1-0,2 мм. Применяются в вакуум фильмы. По конструкции основного рабочего органа разделяются на три типа – барабанные, дисковые и ленточные. Из них наибольшее распространение получили барабанные и дисковые вакуум фильтры. Принцип их действия в сущности одинаков. Сушка является последней стадией обезвоживания. К ней прибегают в тех случаях, когда необходимо предотвратить смерзание концентратов, удешевить их перевозку на большие расстояния, и когда потребители концентратов ограничивают содержание влаги в таких пределах, которые не могут быть достигнуты с гущением или фильтрацией. Для сушки продуктов применяются различные типы сушилок – это подовые печи, трубы сушилки, шахтные, электрические, барабанные сушилки и установки для сушки в кипящем слое. На обогатительных фабриках наибольшее распространение получили барабанные сушилки. Обжиг рудных материалов применяется как подготовительная операция перед последующими этапами металлургического передела. Обжиг – это химическая обработка мелких твердых рудных зерен газом при умеренных температурах 700-1000 градусов Цельсия. Обычно обжиг рудных материалов применяется как подготовительная операция перед последующими этапами пирометаллургического или гидрометаллургического передела. В зависимости от существа протекающих процессов различают следующие виды обжига – окислительные, восстановительные, сульфатотизирующие, хлорирующие, ифторирующие, сульфатохлорирующие и другое. Окислительный обжиг получил наибольшее распространение при переработке сульфидных и арсенитных мышековистых руд и концентратов. Целью обжига является полное или частичное удаление серы и мышьяка в газовую фазу с получением металлов в форме оксидов, иногда в виде сульфатов. Восстановительный обжиг применяется при переработке железных руд, красных и бурых железняков. Своебразной разновидностью восстановительного обжига является вельцевание процесса углетермического восстановления твердых в фазах оксидов некоторых металлов, которые при температуре процесса возгоняются, переходят в газовую фазу. В группе окислительных летучих металлов можно отнести ртуть, кадмий, натрий, цинк, магний. Наиболее вельцевание применяется при производстве цинка при температуре 907 градусов Цельсия. Вместе с цинком возгоняются кадмий, частично свинец. Уловленные возгоны подвергаются далее гидрометаллургической переработке. Хлорирующий обжиг. Металлургия цветных металлов, хлор и хлориды впервые начали применять для извлечения из золота, серебра 1708. Хлорирующий обжиг. Металлургия цветных металлов, хлор и хлориды впервые начали применять для извлечения из руд золота, серебра в 1786 году, а затем меди в 1844 году. Элементарный хлор обладает высокой реакционной способностью и может при относительно невысоких температурах 800-1000 градусов Цельсия превращать в хлориды, трудновосстановимые оксиды магния, титана и циркония. Используя широкий температурный диапазон кипения хлоридов различных металлов от 60 до 200 тысяч градусов Цельсия, удается отделять хлориды цветных металлов от железа и пустой породы, а также осуществлять селективное разделение металлов спутников методом ректификации. Хлорирующий обжиг используют в технологиях получения магния, титана, циркония, ртути, олова. В технологиях производства некоторых металлов урана, бериллия используют флорирующий обжиг, во многом с хоны с хлорированием. Кричный процесс занимает промежуточное положение между плавкой и обжигом. По температурному диапазону обработки руды ведут при температурах, когда руда переходит в полурасплавленное, пластично-вязкое состояние. Кричный процесс имеет восстановительный характер. В металлургической практике этот процесс применяют для переработки железных, железо-никелевых оксидных руд. В области температур 700-1100 градусов Цельсия идет восстановление железа, никеля, тестично-хрома. С повышением температуры происходит коагуляция восстановленных частиц железа и никеля, испекание пустой породы в более крупные куски. Получаемый из печи продукт Крица представляет собой комки полурасплавленного шлака с вкраплениями металлических зерен, которые разделяют магнитные сепарации на металлическую и шлаковые фазы. Отдельные участки рудных месторождений значительно различают по своей структуре, поэтому добываемые руды, даже в идущих друг за другом порциях, имеют неодинаковый химический состав. Такие колебания состава руд вызывают соответствующие колебания режима плавки, температурного режима, химического состава шлаков и металла, что снижает эффективность металлургического передела. С целью повышения однородности по химическому составу руды и концентраты, должны подвергаться смешиванию. Для больших масс материала эта операция называется усреднением. Обычно усреднение руд проводят в штабелях вместимостью до 100 000 тонн. Формирование штабеля ведут тонкими горизонтальными слоями, а забор материала осуществляют с торца штабеля через все его вертикальное сечение. Каждая порция при заборе материала, включающая все формирующие слои, иногда более тысячи, имеет состав идентичный среднему составу материала, всего штабеля. Усреднительный склад имеет два штабеля, один штабель формируется, а из другого материал забирают. Для загрузки формирования штабелей почти повсеместно применяют саморазгружающие тележки, представляющие раму на четырех конках, на которых установлено два свободно вращающихся барабана. Лента конвейера, огибая эти барабаны, делает петлю. Между барабанами укреплены один или два наклонных лотка. Материал, подающий с верхнего барабана по наклонному лотку, сбрасывается с конвейера на штабель, в том месте, где находится тележка. Такое устройство позволяет тележке перемещаться вдоль работающего конвейера, разгружая материал в любом нужном месте. Как правило, саморазгружающие тележки работают автоматически в темночном режиме. Реверс производится от конечных выключателей. Забор материала с торца штабеля осуществляет заборно-усреднительной машиной, многоковшевым роторным экскаватором. Продолжение следует...